Понятно, что растущий курс валюты неуклонно влияет на стоимость тура в неприятную для потребителя сторону. В одном из туристических агентств нам производят расчет. Если доллар станет выше на 1 рубль, то путевка может подорожать на 5-7%, максимум на 10%. Никто не старается нажиться на данной ситуации. И даже те страны, которые сотрудничают с Россией на прием граждан, вполне понимают нашу ситуацию. И поэтому в том случае, если вдруг в России резко начинает падать рубль, то цена в долларах даже немножечко уменьшается. Для того, чтобы просто стабильно держать цены, не завышать их максимально. Конечно, когда ситуация более-менее стабилизируется на российском рынке, тогда и цена в долларах чуть-чуть добавляется. Пользователи социальных сетей, в свою очередь, рассказывают о том, с какими внезапными повышениями им пришлось столкнуться. Впервые за два года представилась возможность отдохнуть, обратилась в агентство. Договорились с менеджером о туре, обозначили цену, договорились о встрече. Будучи человеком-щепетильным, на всякий случай, накануне встречи позвонила менеджеру, которая сообщила о том, что мой тур подорожал больше, чем на 25%. Это менее, чем за один календарный день. Позвонила в ряд других турагентств, с удивлением для себя обнаружив, что это единственное агентство, где произошел такой резкий скачок цен. А кто мне может объяснить цену на Таиланд? Три дня назад было 88 тысяч рублей в дешевое крыло амбассадора, а сегодня 190. Это что вообще? Крупные игроки туристического рынка удивились, узнав про такие метаморфозы с ценами. По мнению директора одного из агентств Светланы Масловой, честными подобные изменения назвать нельзя. Либо это наглость туроператора, либо это наглость турагента. Либо они лукавят. Поэтому они сами самостоятельно, когда мы ведем беседу с нашими туристами, мы с ними работаем прямо с компьютером. То есть вот наш поисковик, мы смотрим цены, показываем, и они видят наши цены. Если турагент при беседе с туристом не разговаривает, как раньше каталог, турист-турист и сам озвучивает свою цену без подтверждения через интернет, то, значит, они слукавили. В Краевом управлении антимонопольной службы о случаях заговора среди агентств не знают. Подобных обращений к ним не поступало. Более того, с этого года, если турист считает, что его права нарушены, то ему нужно обращаться в Роспотребнадзор, в суд, либо прокуратуру. Таковы изменения в антимонопольном законодательстве. Теперь физические лица к нам обращаться в законном порядке не могут. Эта процедура отменена. Но если обращение последует от юридических лиц, то есть которые считают, что это злоупотребление, каким-то образом ущемляет их и влияет на конкуренцию на рынке соответствующих услуг туристических, то эти обращения мы, конечно, будем рассматривать. В целом эксперты отмечают, насторожить туристов должна как резко скакнувшая, так и неоправданно низкая цена на путевки. Стоимость отдыха в определенном отеле на определенное количество дней у турагентов города не может отличаться больше, чем на 5-7%. Чтобы обезопасить себя, нужно не полениться и обзвонить несколько агентств, а также самому проверить информацию на сайте туроператора. Анна Московских, Алексей Гусев, Новости.